Ну, отдадим должное Кьелду. Он все-таки, несмотря на то, что вчера вот так вот повел себя, все-таки вышел на старт. Понятно, что... И опять у него по старту. Суммы многоборья у него никакой не будет. Прости, Игорь, я хочу тебя перебить, потому что на самом деле вот такое положение на старте, это специфично для голландцев. Посмотри, он не останавливается ни на сколько. Судья на старте ждет, пока спортсмен замрет. Но вот это движение постоянное голландцы вселуют, потому что они считают каждую соточку, каждую соточку используют. Кайфербай, ты без фальстартов ушел на дистанцию. Не факт, что не было этого движения, понимаешь? Возможно, что судья не увидит. Ну, посмотрим. Посмотрим, не парик, а Кайфербай когда побежит. Мы посмотрим. Ну, в принципе, и за Павлом Кулижниковым мы наблюдали, как регулярно, особенно в начале сезона, он допускал фальстарты на пятисотке. Даже сейчас было движение. То есть, как бы это малозаметно, но движение было. Ну, просто вот, да, просто медленно наклоняет корпус вперед. Да, да. С Хенриком Домбиком бежит Келд Найс. Ну, понятно, что личный рекорд его на порядок лучше. Да и вчера Келд был гораздо быстрее. Он третьим вчера был на пятисотке. На тысячи-то показал великолепный результат. На пол с лишним, на пятьдесят трипом или пятьдесят четыресотый, обыграв Кайфербай. И, в общем, могла бы быть интересная борьба, если бы не вот... Ой-ой-ой, чуть не упал еще. Келд, ну, добежал. Тридцать пять сорок одна. Вчера было тридцать пять сорок семь с этим сбоем. Ну, и тридцать шесть сорок одна у Домбика, тот на восемь десятых улучшает свой вчерашний результат. Вчера он был двадцатым, тридцать семь двадцать. Келд публику поприветствовал. Может немножечко отдохнуть. В спринте отсева нет, все побегут и тысячу метров. Так что, ну, другое дело, что у Келда суммы не будет. Просто потому, что у него прочерк дисквалифайд на тысячу метров. У Томаса Кролла сумма может быть, но тоже, в общем, не очень хорошая, скажем так. Потому что за минуту пятьдесят три восемьдесят восемь сотых секунды закончил он вчера дистанцию. При том, что он стал девятнадцатым, но учитывая дисквалификацию Келда. А в восемнадцатом был Корнелиус Керстен, одна двенадцать девяносто шесть. Ну и Самули Самалайнин рядом с ним. Опять фальшстарт. И, судя по всему, по той же причине. Да, большая дорожка. Ну, а вот интересно... Справедливость пришла, как говорится, да, к голландцам? Не, не хочу, не хочу вот про это говорить. Давай не будем, да, на самом деле. Да, другое дело, что, ну, вчера вот все голландцы были с черными повязками. Вот не знаю, почему сегодня я не обратил внимание у Келда, но и вот у Томаса Кролла нет. Черные траурные повязки в память о Паулин Ван Дютиком, знаменитой голландской хинкобешке, которая вот 2 января закончила свой жизненный путь. К сожалению, онкология поразила ее. Чемпионка мира была призером чемпионатов Европы в многоборе. Но вот, к сожалению, ее не стало. Так, Томас Кролл вчера был 12-м на пятисотке, 36-м ровно. Самули Самалайнин 36-96, 19-е время. Вчера показал, ну и сегодня он много проигрывает Кроллу. В общем, Кролл 35-77, улучшает результаты, но в отсутствие как бы турнирного напряжения голландцам, конечно, надо работать над результатами просто личными. Надо работать на будущее. Ну и понятно, что Томас Кролл последнее место будет занимать по сумме, потому что, конечно, после падения он долго поднимался и долго выбирался. Игнат Головатюк, белорус, в общем, неудачно начал для себя явно этот чемпионат. Ну и Корнелиус Керстен к британцу с голландскими корнями мы уже привыкаем потихонечку. Третий сезон он мелькает на крупных стартах, но борется в лучшем случае за попадание в двадцатку. Здесь он себе попадание в двадцатку гарантировал еще до начала чемпионата. А тут, в общем, даже может на восемнадцатое место подняться. Что касается Игната, то лишь семнадцатым он был вчера на пятисотке. Тридцать шесть пятьдесят, но и тысяча, в общем, нельзя сказать, что ему удалось. Одна десять шестьдесят семь, в общем, результат немножко ниже его возможностей. Корнелиус Керстен тридцать шесть восемдесят семь, восемнадцатое место на пятисотке. У него вчера было, ну, в чистой борьбе сумел опередить и Домбика, и Самуле Самолайвина. Вот сегодня, в общем, наверное, об этом же надо вести речь. Ну, тридцать пять семьдесят семь у Головатюка. Ну, вот если бы вчера так было, тридцать пять семьдесят семь, вчера, то есть на семьдесят три сотые лучше, чем вчера. Ну, видимо, сегодня, может быть, лед получше, может быть, погодные условия, потому что все ребята бегут лучше. Ну, я думаю, что еще, может быть, немножечко переволновался Игнат, рассчитывая на высокий результат, потому что, в общем, по своему потенциалу, ну, минимум в десятку он должен был... Входить. Давид Босса и Мирка Джакома Нэнси тоже вот такой принципиальный спор. Босса опередил всех на национальном чемпионате. По-моему, три из четырех дистанций даже выиграл. Ну, и все рассчитывали, что вот уж дома он себя проявит. Ну, не могу сказать, что Давид Босса блеснул, хотя на пятисотке был вчера пятым, тридцать пять-шестьдесят, но вот тысячи не удалось, категорически лишь пятнадцатое время. У Мирка Джакома пятнадцатое время, в свою очередь, на пятисотке и двенадцатый на тысячу. Хороший разгон демонстрирует Дэйд Босса. Ну, он именно специалист пятисотметровой дистанции, поэтому, в общем, конечно, он должен у Мирка выигрывать. Но, смотри, в общем, на самом деле борьба получается на финише, такая плотная, и, в общем, это явно не о том, что Босса блеснул. Скорее, Мирка категорически улучшил свой результат тоже на семь десятых секунды. Босса улучшился, но ненамного на семнадцать соток. Но явно сегодня, ну, все ребята бегут быстрее, но кто чуть-чуть, кто категорически больше. Ну, и тут еще, конечно, многое зависит от того, финишировал только из малого поворота или из большого. Ника Илья, самый опытный участник этого чемпионата. И я вот уже, ну, на Кубке мира поговорим об этом чуть подробнее, я расскажу эти цифры чуть подробнее. Самое большое количество стартов на Кубке мира среди действующих спортсменов у Ника Илья. Вместе с ним Мартин Лиев. Ну, Мартин, конечно же, специалист, ну, больше, лучше у него получается тысяча. В шестнадцатое место 36-47 был вчера на пятисотметровой дистанции. Для Ника Илья лишь одиннадцатым был на пятисотке 35-98 соток. Для Ника, конечно, учитывая то, что два года назад он был бронзовым призером этого чемпионата, сейчас, конечно, фиаско он терпит. Ну, впрочем, наверное, у них так, они дружно с Лешей Есиным были третьим, четвертым, два года назад, сейчас тоже соседствует в турнирной таблице. 35-46 у Ника Илья, ну, да, тоже почти на полсекунды улучшился. Доволен он своим выступлением. Да, сегодня улучшилось, да, пятисотка получше вторая. Ну, мы очень хотим, чтобы получше получилось пятисотка вторая у Артема Кузнецова с Виктором Лобосом. Да и Леша есть, но, конечно, прогресса будем желать. Но для Лобоса и Кузнецова это важно с точки зрения борьбы за медали. Ну, посмотрим. Пока же Артур Нагали и Джоэл Дюфтер. Ну, 35-48 Дюфтера надо бежать, чтобы стать лидером в сумме многоборья, в сумме трех дистанций. 35-79 было вчера. Да, и 34-68 надо бежать на Галю. Ну, я думаю, что это уже из разряда фантастики. Заграние возможного, да. Да, 35-85 вчера было у Артура. И, ну, как бы и девятое место на пятисотке, и четырнадцатое на тысячи. Наверное, тоже, в общем, рассчитывал на большее. Сейчас хорошо получилось поработать в спину Дюфтера, тем более, что у Дюфтера спина широкая. Есть где спрятаться поляку. Ну, и вот за счет этого должен он выиграть в этой паре. Ну, в общем, на самом деле, да, выиграл. Ну, Дюфтер 36 ровно. Вот Дюфтер, наверное, первый, кто... Чуть хуже, да. Кто проиграл самому себе вчерашний, да? Десятки. Десятки проиграл. 21 сотая. Да. Сейчас 36 ровно, а вчера было 35-79. Ну, это тоже, вот посмотрите, да, Нагаль как удачно на переходной прямой попал в спину, и это тоже может иметь значение для всех остальных. Виктор Лобос выходит в седьмой паре на дистанцию вместе с Бьерном Магнусеном, но не с этим норвежцам надо бороться, а Виктору Лобосу. Хотя, в общем, результат Бьерна может хорошим ориентиром для Лобоса служить. Виктор дебютирует на чемпионате, и вчера, конечно, блестящим образом пробежал тысячу метров, но после дисквалификации Келденайса стал вторым. Ну, все равно, даже если бы без дисквалификации, третий результат в такой компании это достойно, и результат хороший из одной десяти. Но немножко не получилось, может быть, из-за стартового волнения пятисотка. Вот сейчас это надо все исправлять, но разгон, понятно, у него не очень хороший, но и тут на переходной прямой получается, да, он помогает, можно сказать, своему. Сильно суетится, сильно суетится он на переходной, конечно, и, собственно, разгон-то тоже не получается. 10-15 не позволит, боюсь, ему пока. 36 ровно. Ну, что сказать, у Лобоса вчера было 36-21. Здесь, конечно, еще падение норвежца тоже не могло не повлиять. Ну, не просто будет, но давайте еще посмотрим, я имею в виду, не просто будет бороться за медали. Но, с другой стороны, давайте посмотрим еще, как пробегут норвежцы. Потому что вчера, конечно, очень много сумело. Падение подобное, как у Томаса Кролла. Ну, только Кролл был на большом повороте. Да, да, да. Ну, на внешнем уровне, а тут с внутреннего уровня. Опять так же провалился назад, и, собственно, не удержал равновесия. Ну, в принципе, не должен был сильно уж помешать Виктору. Ну, с другой стороны, у Лобоса в Коломне 35,5 было, сейчас 36 ровно. Ну, в общем, сравнимые результаты. Да. Да, надо работать над пятисоткой. Да, это, в общем, задачка на ближайшее будущее. Если Лобос хочет бегать спринтерское многоборье, если тренеры решат, что он может этим промышлять. В целом, 21 сотая улучшение сегодня налицо. В общем, прогресс есть. Опять же, хорошо, что прогресс. Неважно, за счет чего это, за счет настроя или за счет погоды. Главное, что две десятых, а две десятых на пятьсотки это два десятых очка по многоборью. Другое дело, что кто-то улучшается на 6,7 десятых. Да, да, да. Вот, если бы Виктор улучшился на 7 десятых и 35,5 бы пробежал, здесь вопросов бы не было. Пока он полбалла проигрывает Никаиле по сумме. Ну, и это можно будет вполне себе отыграть. Чисто российский дуэт на старте. Два опытных российских спринтера. Артем Кузнецов, Алексей Есин. Ну, Евгений прекрасно с ними знаком. У Леши большой опыт многоборных чемпионатов. А вот у Артема при всей его богатой и долгой карьере всего лишь один спринтерский многоборный чемпионат в активе. В 2011 году он бежал на чемпионате мира. Все-таки Артем больше специализировался все время именно на дистанции 500 метров. Но, как он признался сам в интервью Вероники Гебадивой вчера, у Леши Есина, да, тоже могли его остановить. Неплохо зашла и тысяча, скажем так. И, в общем... Первый раз уже хочу сказать, потому что он на российском чемпионате бежал прилично на чемпионате России и на призыша Верена очень хорошо сбегал. Вторую 500-ку, надо сказать, первая не очень пошла. Ну, Алеша, конечно, хотелось бы прогресс прежде всего на 500-ке. Есин 36-15. Вчера показал, ну, явно не его класса результат. Результат у Артема было 35-62. Ну, вот сравниваю. Оба улучшились. Ну, и Артем Кузнецов становится лидером в сумме многоборья. Молодец. 35-27. Хороший, достойный результат. Ну, скажу так. Вчера 35-23. Кайфербай выиграл за беги. Ну, в любом случае, в пятерке Артем остается. В сумме многоборья. И, соответственно, будем ждать дальнейшего развития событий. Хортл Холмфюрт Лоренсен. 35-74. Достаточно скромный. Надо ему бежать, чтобы стать лидером опередить Кузнецова в сумме. Ну, Петр Михайский 35-11. В это уже поверить сложнее. У Лоренса чуть другие задачи. У него задача бороться за призы все-таки. И за победу, возможно. Ну, за победу, я думаю, что вряд ли. Да, за серебро. Ну, в общем, я думаю, что если он каких-то грубых ошибок не допустит, то серебро-то он должен брать на этом чемпионате. Вот в такой ситуации. Хороший разгон. Я хотел сказать, что... Для Лоренсена из 10 секунд это... Вчера было 10-0. 10-0-0. И, в принципе, мы знаем, что он бежит хорошо. Круг с таким разгоном. Я думаю, что будет хороший результат сейчас. Да, и прекрасно он себя чувствует в большом повороте. Вчера 35-09. Ну, вот так. 18-сотых выигрывает у Артема. Ну, с другой стороны, 18-сотых олимпийский чемпион выиграл у Артема Кузнецова. Всего-навсего. Согласитесь, минимальная разница. Ну, Лоренсен, наверное, тоже сейчас не в идеальной форме на этом чемпионате. Я думаю, что тоже больше все-таки для него это тренировочный старт. Как вот Наташа Воронина тоже в интервью заметила, что, конечно, основные цели чемпионата мира в Инцеле на отдельных дистанциях. Но если не стартовать здесь, то слишком большая пауза между соревнованиями получается. Нужно было просто вот как опыт отбегать, как лишний старт именно, чтобы поддержание соревновательной практики. Ну, и Кайфер Бай, который, в общем, явно движется к своему второму титулу чемпиона Европы. Ну, учитывая то, что у него есть и титул чемпиона мира, логично. Ну, и Хенрик Фагерли-Рюке, который вчера очень удивил. Ну, то, что он пятисотку хорошо сбегал и был вторым вслед за Фербаем, это нормально. А вот то, что он еще и пятое время на тысячи показал, это, конечно, стало таким сюрпризом. Ну, и в итоге в сумме он тоже стоит очень хорошо высоко. Третий в сумме. Но Кайфер Бай, конечно, здесь от него ждут только победы. Вот я имею в виду и эту дистанцию. И пока на разбеге 10 сотых он выиграл у Лоренсона. Ну, и Круг, в общем, вполне себе делает сходу. Да, 34-93. Артем Кузнецов в третьем месте. Как там? Да, здорово, отлично. Здесь нет медалей, здесь церемония награждения или есть только цветочная церемония. Медали вручают только в сумме. Ну, и в сумме, в принципе, Артем, получается, четвертый. И, в общем, ну, сейчас посчитаем. Я не заметил просто. Рюки впереди Кузнецова. Ну, сколько между ними разницы. Рекорд 34-89, рекорд катка Джереми Уозерспуна. Но Кайфер Бай до него не дотянул. 4 сотые секунды. Ну, достаточно того, что он вчера у Шани Дэвиса рекорд катка на тысячи от Орбай отобрал. От Орбай отобрал, да. Ну, что ж, сейчас проверяем. Да, Артем Кузнецов четвертый. Отставание от Хенрика Фагерли-Рюки. 17 сотых балла в 34 сотые. Вчера, правда, Рюки был быстрее на тысячи. Но здесь третье место у Артема Кузнецова. Восьмое у Алексея Есина. И, соответственно, Виктор Лобос 14-й результат показал на дистанции. В общем, практически как вчера. В одни секунды с Джоэлом Дюфтером. И сумма многоборья. Ну, тут 2 секунды отыграть у Фербай на тысячи. Ну, только если он упадет. Фербай практически чемпион. Кузнецов борется за бронзу с Рюки. Думаешь, что встать успеет. И все равно в лидерах. На седьмую позицию. Это здорово. Ну и Лобос. Ждем от него снова фантастического результата на тысячи, чтобы быть в шестерке сильнейшим.